Добрый вечер! Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27, пожалуйста. Послушаем Евангелие. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие небожие!» Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие же сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Для начала разберемся. Подобную историю рассказывают три евангелиста. Это и Матфей, и Лука, и Марк. С небольшой разницей. Здесь у нас Лука, евангелист, рассказывает о начальствующем. Значит, Матфей говорит, что это был юноша. Марк добавляет, что человек еще перед Господом опустился на колени и стал упрошать. Это одна и та же история или разные? Ну, если, так сказать, быть точным, то как бы два точки зрения, два повествования, толкователи Евангелия. Василий Великий говорит, что это о двух разных людях говорится. Но основная масса говорит, что это один и тот же человек. И, собственно, по тексту Евангелия видно, что Господь к одному и тому человеку говорит и потом комментирует его поступки. То есть здесь видно, что это целостная личность, которую Господь обсуждает, и на ее примере объясняет что-то апостолам. Поэтому мы придерживаемся все-таки вот такой точки зрения, что это один и тот же человек. Итак, что происходит? То есть это один из дней, когда Господь учил? Так как Господь, когда Он следовал земной жизни своей по различным городам и весям Израильского царства, Он был всегда окружен многочисленной толпой людей, среди которых были бесноватые и больные, и с какими-то проблемами житейскими. Кто-то просил его разобраться с братом, например, как одна из частей Евангелии говорит, что брат со мной не хочет делиться наследством, скажи ему, чтобы он честно поступил. Другой приходит и говорит о своих проблемах, кто-то печалится о своей жизни, что вот он болеет и так далее. Кто-то о своих детях Господу. То есть огромное количество людей несло Господу свои проблемы, и Господь каждому из них давал по вере Его. И здесь, среди вот этой толпы людей, вдруг среди просителей подобного характера, вдруг появляется совершенно как бы выдающийся человек из этой канвы просителей, который не просит его исцелить, не просит его разделить с кем-то достояние, какое-то наследство, не просит за кого-то, или что-то не просит. Он совершенно как бы на взгляд читающего Евангелие выглядит так с лучшей стороны. Он спрашивает о вечном, о ценностном таком характере своей жизни, и спрашивает, как же мне вот получить, стяжать вечное жительство. И в этом плане мы понимаем, что это человек верующий, что он, мы видим, что он молодой, то есть в Евангелии сказано, что молодой человек подошел. Мы видим, что он из начальствующих, это также в Евангелии сказано. И мы видим, что он по вере был фарисеем, потому что было несколько течений, которые существовали в тогдашнем Израиле, и саддукейское учение говорило, что вечной жизни нет, поэтому он не из саддукеев точно. А фарисеи говорили, что да, есть вечная жизнь, и вот здесь он как раз спрашивает об этой же вечной жизни, как ее стяжать. Но мы также понимаем, что он не из простого люда, как апостолы были. Они также веровали в вечную жизнь, и в Царство Небесное, и в пришедшего Мессию. И здесь мы видим разницу, что этот человек, скорее всего, говорил о вечной жизни не в смысле после смерти, а именно здесь. Как им здесь вечную жизнь получить? Потому что и на сегодня есть такая идея у многих людей, как бы мне жить вечно в этом мире, избежать смерти, какими-то чудодействиями лекарствами, какими-то снадобьями, или еще каким-то действиями. Вот я буду жить вечно, и буду вечно молодой. И как же этого достичь? Вот здесь, судя по всему контексту дальнейших событий, что потом Господь описывал, человек был богатый, у человека было все хорошо, и он спрашивал, а как бы мне это продлить в вечности, вот мое такое существование? То есть он еще молодой, болезней никаких нет, проблем никаких нет, богатство есть, он начальствующий, он из партии фарисеев, то есть тех, кто управлял тогда государством израильским, ну, то есть он, вот как сейчас говорят, упакован полностью, то есть у него все есть, и он спрашивает, а как мне это вот в вечность продлить? И дальнейший ход беседы его настолько глубоко поразил, что оказывается, все, на что он надеется, и что он хочет, чтобы у него было вечно, это все должно уйти от него. То есть он надо оторвать от себя все это богатство, да? То есть все, что он ценит, все, ради чего он живет, все, чего ему нравится в этом мире, оказывается, от всего этого надо отказаться, и тогда ты будешь вечно жить. А как же, вот и тут конфликт, внутренний конфликт этого молодого человека, Господь наблюдает, как он со скорой без печали уходит от него, и восклицает Господь, как трудно богатому войти в Царство Небесное. Здесь можно и объяснить, наверное, потому что он один из начальствующих, возможно, это даже начальник синагоги, да, как мы с вами уже и говорили. Ну, или сын его, то есть он, понятно, что он по наследству или там как-то еще по другим путям, он имеет власть, имеет деньги, имеет вес в обществе, имеет веру в вечную жизнь, то есть ему сказали, фарисеи... здесь, наверное, как раз объясняется, что он вечную жизнь здесь представлял, да, потому что при других людях вот так вот подойти к Господу, назвать его там учитель, да, ведь его бы и засмеяли, вы, в принципе, могли бы его и изгнать из общества за то, что Господь обратился. Да, да, если бы он пошел по пути апостолов, которые тоже спрашивали Господа, как спастись, как стяжать Царство Небесное, то он бы, конечно, был бы изгнан из вот той, так сказать, маленькой группы людей, которая управляла народом израильским, то есть князей, законоучителей, управителей синагог, там и прочих власть имущих, он был бы изгнан оттуда и автоматически потерял бы свои богатства. А здесь мы видим как раз конфликт вот этой вот парадигмы, которая существовала в головах законоучителей и управителей народа израильского на тот момент, когда Господь жил в Израиле, которые думали, что Мессия, пришедший Мессия, даст вечную жизнь и вечное царство здесь, на земле, народу израильскому, то есть что они будут избавлены Мессией от всех врагов, что они будут управлять всем миром, что им подчинятся все народы, что они станут вот, ну, таким обществом законоучителей не только израильского, но и всего мира. И здесь мы прослеживаем такую вот связь, некую такую ментальную связь между этим, этой парадигмой, которая даже в головах апостолов существовала, как мы помним, как мать апостолов Якова и Анна, когда Господь шел на вольную смерть в Иерусалима, она подошла к нему и сказала, Господи, вот ты мою просьбу исполни, он говорит, что ты хочешь, чтобы мои дети, когда ты станешь царем, сел один с левой стороны, другой с правой, даже мать апостолов и апостолы спорили, кто первый, кто из них последний, то есть делили царство земное. Вот здесь вот этот молодой человек, он также пытался понять, как же ему вот в этом земном царстве жить вечно, иметь вечное богатство, власть и привилегии и прочее, и когда Господь ему сказал, что если ты хочешь иметь жизнь вечную, ты должен все это потерять, конечно же, он был расстроен. Еще есть такая смущающая фраза, да, Господь сказал ему такую фразу, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Как же вот Господь, он же сам Бог, как же он так вот? Ну, действительно, да, тут как явный такой вот диссонанс, да, то есть сам Господь, будучи Богом, Он говорит, что же ты меня так назвал? почему ты меня называешь благим, только один Бог благ. Но на самом деле здесь Господь также его обличает и указывает на его ошибочное обращение к Господу как к простому, ну, не простому, конечно, но как к человеку-пророку, не как к Сыну Божьему, не как к Богу он подошел, этот юноша-проситель, а как к человеку, да, вот он думал, что, да, он Мессия, да, действительно, чудеса источает, может быть, он и его сделает вечно живущим, он же тут вот и слепых прозрением давал, и прокаженных исцелял, и умерших, да, воскрешал, может быть, он мне сейчас даст жизнь вечную, и я буду вот в этом статусе вечно существовать, и он обратился к нему как к человеку, а не как к Богу, Господу Иисусу Христу, и на это Господь и обращает внимание его, что, ну, если ты называешь меня благим, тогда ты должен считать меня Богом, только один Бог благ, значит, ты вот в своем внутреннем мире расставь все правильно по полочкам, что, если я благой, значит, я Бог, если ты меня так называешь благой, значит, договори эту фразу внутри себя, и ко мне относись как к Богу, а не как к человеку, то есть, Господь на это явно ему указывает, хотя и не обличает его в этом, просто вот такой фразой вскользь показывает его ошибочное мнение о нем, то есть, этот юноша его не считал Богом, и относился к ним просто как к выдающемуся человеку, пророку, чудотворцу, но не сыну Божьему. А благой и доброй это разные вещи? То есть, мы же читаем тоже в Евангелии, что человек добрый из доброго сокровища выносит, да? То есть, это разные вещи? Ну, конечно же, разные вещи, потому что, как опять же слова говорят, благим может быть только Бог, а добрым могут быть и люди, и доброта человеческая, она не всегда блага, то есть, мы знаем, как, например, бабушки к внукам относятся, что надо поститься, они говорят, да нет, ну пускай мясо поест, по доброте своей, ну как же, мне жалко его, или другие какие-то послабления, или еще что-то такое покрывают, какие-то грехи, то есть, много людей по своей доброте, материальной, телесной доброте, не духовной, очень часто не помогает людям, а мешает им спасаться, вот это доброта человеческая, вот это доброта человеческая, а доброта Божия, она всегда блага, то есть, она соединена с доброта, с благостью божественной, потому что Господь, конечно же, милостив и милосерден, и, значит, добр к роду человеческому, и он же пришел в этот мир даже свою жизнь положить за всех, кто в него верует, да, он распялся на кресте, это ли не высшая доброта, не высший добродетель, кстати, слово добродетель от доброты, добро делать, добродетель, и здесь мы видим, что добродетель, доброта, она без благости, она бесполезна, потому что сам Господь говорит, без меня ничего доброго сделать вы не можете, обращаясь к нам, к роду человеческому, то есть мы, даже если делаем добро, часто мы делаем зло, как это ни странно звучит, и только то добро приносит благо человеку, которое делается с Богом, и мы знаем, что Антихрист, например, когда придет и будет царствовать три с половиной года в этом мире над всей планетой Земля, он тоже очень много добрых дел сделает, но это не значит, что эти добрые дела будут благими, то есть от Бога дарованными, нет, они будут... Самое главное, это для Господа спасение души нашей, да? Конечно же, то есть благость, доброта в нашем понимании и благость в понимании Божественном, они разнятся. Мы доброту свою распространяем на кошечек, на собачек, их жалеем, на весь видимый мир, на весь телесный, материальный мир, а про души мы забываем, и часто мы за собачками, кошечками, мы рядом человека голодного и никого... Он говорит, сам пускай кормится, он человек взрослый, пускай себя накормит. То есть тут же вот такое бессердечие проявляем. То есть кошечку мы накормим, а вот человека кормить не будем. То есть это доброта кошечкам, но это злость к человеку. А Господь, Он все-таки благ, и вот без этого блага, который в смысле духовном спасении человека осуществляется это благо, не с точки зрения телесной. Если бы Господь был просто добр, то Он, конечно же, не дал бы мученической кончины всем своим апостолам. То есть они бы умерли спокойно, тихо, в своих каких-то там, может, домах. Он бы не дал бы мучений прочим, кто последовал за апостолами, тысячам, сотням тысяч людей, которых замучили в Римской империи, потом в Византийской, потом в Российской империи были мученики за Христа, новомученики. Для нас это отсутствие доброты, а для Господа это благость, потому что через это они стяжали венцы, нетленные в Царстве Небесном в вечность, вошли как победители этого мира, как победители страстей, как победители сатаны и всех, кто ему служит. То есть мы понимаем, что благость в понимании Бога и доброта в понимании человека это совершенно разные вещи. Господь отвечает на вопрос, как наследовать жизнь вечную. Одно из таких дел, которые необходимы, это соблюдать заповеди. Господь говорит, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжи, свидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Вот здесь такой порядок специально употреблен? Ну, здесь порядок употреблен, конечно же, по промыслу Божьему, так как Господь знает наше немощное, слабое естество, греховное, зараженное из малолетства, то есть от рождения мы заражены различными страстями, и часть из этих страстей, которые все без исключения смертельны, духовно, но часть из них как бы она такая естественная, да, ну а что такое плохое, если я там буду объедаться, там, или что такого плохого, если я там, ну вот буду жить, как сейчас говорят, гражданским браком, хотя такого понятия нет, гражданский брак это роспись, да, а надо все-таки церковным браком жить, венчанный брак, чтобы был, не только расписаться, но и повенчаться, а сейчас живут, ну просто вот как сошлись, разошлись, то есть это блуд, это откровенный грех, вот Господь зная, что мы это не совсем правильно имеем точку зрения на это, не совсем правильно видим этот, он с этого начинает непролюбодействовать, то есть не изменяй своей жене, если у тебя жена есть, не блуди, если ты еще не имеешь семьи, там, или мужа, или жены, то есть вот это сладострастие, которое выражается в прелюбодеянии, или там, в чревугодии, или в винопитии, для нас вроде бы как бы это и не страшно, а Господь это ставит на первое место. То есть это грехи, которые часто, наверное, совершают, и многие, И неосознанно, и думают, что это, само собой, и даже не грех. Вот часто на исповеди приходят новые, так сказать, прихожане, только-только начинающие выцерковляться, и на исповеди они говорят, да у меня вообще грехов нету, я говорю, ну что, неужели вы святой? Да нет, я не святой, но просто я не... Как все? Ну я не грешу, не грешу. Начинаешь спрашивать, а аборты были? Были. А это что, грех, что ли? А там, замужем там, или женат? Да нет, ну мы живем уже там 10 лет, но не расписанно, так это же грех. И вдруг перед человеком отверзается без нас и его грехов, которых он до этого не видел вообще. То есть он считал, что он честный, он никого не... Все, значит я честный. Но это мы здесь видим как уже второе, да, а то и третье звено, которое Господь называет. Поэтому... Но не убивает, не значит, что человек взял там нож, топор, да, пошел человека там убил. То есть убийство мы же можем словами можем убивать. Можно чем угодно. То есть в какие-то во времена гонений просто написал там, ну, во времена революционные написал донос. Все, человека убили. Не ты его убил. Нет, ты же правду сказал, да, вот он верующий. Я сказал правду, он верующий. Его расстреляли просто за это. Но ты же убийца стал. И так далее. Таких масса случаев убийства косвенного. Или человек просто, ну, ты его чем-то искусил, раздражил, или в уныние вверх, а он пошел там и суицид совершил, да, над собой. Это тоже убийство. То есть... Или инфаркт не случился. Или он перенервничал так, что инсульт там, или инфаркт, или еще что-то такое, там, какие-то другие моменты. И он умер. А после того, как ты с ним просто поговорил, я ему, как сейчас говорю, а я ему глаза открыл на жизнь. Он вот этого не видел. Он-то не видит, да? А я ему вот сейчас всю, правду, матку, так сказать, всю нарезал по кусочкам, все вот ему открыл, да. Он был в шоке и умер. То есть, один из святых отцов говорит, что самый сложный, управляемый орган человеческого естества, это язык. он как огонь. Он может и согреть, то есть, словами мы можем обогреть человека, но он может и обжечь, то есть, а может и убить. То есть, вот такой удивительный орган, который что производит? Он, ну, казалось бы, сотрясение воздуха, да? Нет, это не сотрясение воздуха. Словом осудишься, словом оправдишься, сам Господь говорит. Так, сам Господь словом вообще все создал. Создал весь мир и видимый, и невидимый, и ангелов, и свет, и вселенную словом. То есть, и этот орган, он дал и нам, потому что мы по его образу созданы. То есть, словами мы творим тоже. То есть, мы творцы, конечно, и когда мы что-то говорим, мы тоже сотворяем какую-то свою, свою часть этой вселенной. Поэтому язык вот надо контролировать, потому что здесь мы можем и убить. То есть, не только прелюбодеянием, или любодеянием, или там, черевогодием, или чего-чем-то, но и языком, гневом, осуждением и прочими, там, клеветой, как здесь также сказано. Амаз, как в нашей жизни. Склернословие, да. Вообще не считают многие... А что это? Я на нем разговариваю, я не ругаюсь. Ну, ничего, да. А что тут такого-то? Так все же так говорят. Да с детства. Так это что? Это что же мне... А как же мне теперь говорить? Я с некоторыми людьми общался, которые, ну, вот, между метея какие-то и вот матерные слова. То есть, вот их язык такой. Я говорю, а теперь убирай вот эти все матерные слова. Он говорит, а как говорить-то? Он не может выразить свои мысли, свои чувства словами нормальными, человеческими, только словами бесовскими, потому что мат – это язык бесов. Так говорят в аду. Вот человек, который говорит на матерном языке, он уже создает вокруг себя ад, уже здесь. Он его творец. Своего собственного ада, в который он еще привлекает тех, кто рядом с ним находится. То есть, он и их втягивает в этот круг ада, который вокруг него созидается. Почему ада? Потому что это слова бесовские, соответственно, бесы присутствуют всегда рядом с тем человеком, который кроет матом. Да, более того, сейчас столь модная такая непонятная. То есть, молодежь одевает на себя шапки с рогами, там, например, на машинах там значки там всякие, там бесовщину все. То есть, они в шутку все это делают. Ну да, там номер, там три шестерки на машину цепляют, еще что-то такое. Всегда стараются, ну, не все, конечно, малая часть людей, но вот так безумствуют. Ну, стало больше, больше в последнее время? Ну, не знаю, больше или меньше, но я вот беседовал лет, наверное, 15 назад со студентами одного колледжа, и одна из них, студентка, прям, я проводил там лекцию по религиовведению, и вот она сказала, а я, говорит, тут сатанистка, я говорю, а что тебе сатана даст, чего хорошего он тебе даст? Ну, ты же в ад пойдешь? Ну да, но, говорит, там же тоже есть хорошие места, в ад ладу. Я говорю, я тебя расстроен, там хороших мест нет, там везде плохо. Она говорит, да нет, но там есть рядом там с ним, там что-то, я говорю, ну давай вот, ты огонь как тебя обжигает, там все в огне, там будешь гореть просто, да, ничего там не будет. Ну, я говорю, ну хорошо, давай я тебе сейчас мизинчик, там просто зажигалочкой подпалю, тебе не понравится? Нет, а там ты вся будешь гореть, потому что сатана будет гореть в огненном озере, и все его последователи. И когда спрашиваешь людей, а что тебе дается, вот, как последователю этого злого духа? Ответить не могут. А, вот просто такое залихватское, а вот мне хочется против всего и всех идти, он же пошел против всех, и я вот так против всех. То есть, совершенно безумное поведение. что дома и не трогают таких людей, потому что они в их власти находятся, да, поэтому вот они как бы мирно, спокойно, как будто бы живут до поры до времени, да, пока там не предстоит. Ну, знаете, когда в человеческом обществе был рабовладельческий строй, хозяева своих рабов-то защищали, кормили, одевали, лечили даже, да, и не изгалялись, потому что они были их рабы. А вот, чтобы сделать рабом другого человека, он нападал, захватывал, и бил его, и принуждал к рабству. Так же и сатана, чтобы сделать нас его своими рабами, он на нас нападает, на тех, кто свободен. А те, кто уже в его власти, что их бить-то, они уже его. Они уже захвачены, и уже являются, как сатана считает, его полной, так сказать, собственностью. Это грустно. Те, кто этого не понимают, они очень глубоко ошибаются, и, к сожалению, это рано или поздно до них доходит, но лучше рано, чтобы успеть из этой ситуации выйти. Потому что, если поздно, то этот человек понимает уже после смерти, уже не исправить ничего, ты уже идешь к сатане и, собственно, в ад. Там ничего хорошего нет, поверьте мне. Почему с печалью отошел юноша? Печаль его была материальная, то есть, так как он был очень сильно привязан к материальным благам, так как у него было очень яркое сребролюбие, так как он был власть имущей, из начальствующих, так как он имел много денег и подчиненных у себя, он не захотел это терять. Хотя он хотел удивительным образом иметь жизнь вечную, но он не готов был променять на вечную, удивительно, на вечную жизнь, он не готов был променять вот эти вот временные блага земной жизни. Как только в его сознании появилась вот такая вот альтернатива, что ты либо оставляешь это и получаешь то, либо ты оставляешь это, но тогда не получаешь вечной жизни. Здесь он опечалился. Он думал, это совместить можно. Ну, вообще, видимо, многие люди так от Господа отходили, потому что Господь потом спрашивал учеников, почему вы не уходите? Они сказали, к кому нам идти, да? Действительно, сначала за Господом очень много ходило учеников, которые, видя его чудеса, видя исцеление, видя различные знамения, производимые Господом, они, конечно же, шли за Господом, то есть там тысячи людей следовали за ним, но в итоге-то остались двенадцать апостолов и семьдесят учеников апостолов, то есть, которые ходили за Господом, то есть не так много, из тысяч, и это, конечно же, все естественным образом происходило из внутренних перипетий борьбы человека с самим собой, со своими страстями, со своими желаниями и с целью своей жизни, которая у каждого человека находится внутри него, в душе, в голове, которую он выставляет, что человек ищет? Вот этот юноша искал вечного удовольствия, вечное сребролюбие, вечных благ, вечной власти, зачем он и пришел к Господу? Оказывается, нельзя это совместить, оказывается, мы все равно это теряем, и поэтому Господь сказал, что тот, кто надеется на богатство, не тот, кто богат, и богатые тоже спасаются, но Авраам, которого Господь возлюбил и произвел от него народ израильский, патриархом сделал его, то есть он же был богатый человек, и многие из других последователей Господа были богатыми людьми, тот же Закхей, мытарь, Никодим, князь израильский, Закхей, мытарь, то есть он был целым городом, управлял таможней, кто такой мытарь? Это тот, кто собирает налоги, то есть налоговик был города не Иерусалим, а Закхей, где город, забыл, рядом с Иорданом, вылетел, вспомню, скажу, то есть он был налоговиком целого города, то есть он был, имел огромную власть, был очень богатый человек, но он тоже спасся, потому что последовал за Господом, поэтому не в богатстве. Иерихон. Иерихон, да, Иерусалим, Иерихон, да, вот город Иерихон, но, кстати, сейчас Иерихон город находится в Израиле. Так вот, важна цель богатства, вообще само богатство это тоже талант, дар Божий, который Господь дает тому или иному человеку по его силам, и если человек этот талант использует в пользу, то это наоборот еще больше раскрывает его доброту. То есть получается они не привязаны к богатству, они все это раздают, им потом все это опять как-то возвращается каким-то образом, да, они опять все это не привязаны, опять раздают все, и опять им Господь все это дает. И таким образом он служит Господу, так как не каждый человек может организовать процесс накопления богатства, да, там, какой-то производственный процесс наладить или там, торговлю наладить, только часть людей вот имеет такие таланты. Соответственно, то, что они налаживают этот процесс, он приносит деньги. Эти деньги, если человек тратит не на свои удовольствия, а на пользу, то он приносит пользу и себе, и людям, на которых он тратит эти деньги, и Господу, он приносит пользу, как Господь говорит, вот тебе талант, я принес там пять талантов, заработанных на этот один талант. То есть здесь мы видим, что не само богатство Господу было не угодно, а как использовалось это богатство тем же юношей или другими богачами. То есть если это на себя, Богу это не угодно, если это на других, это очень хорошо, и это создает огромные возможности для спасения. И как мы видим, что сам юноша это ошибался, когда Господь ему говорил, что вот это, вот это, вот это ты заповеди соблюдай, там, почитай родителей, возле ближнего, это вот в другом Евангелисе читаем, он говорит, да, я все исполнил. А потом, когда Господь сказал, все раздай все, и он тут понял, что, в общем-то, а любви-то в этом и не было к ближнему. Ну, мы, да, действительно, по тексту евангельского там мы читаем, что юноша сказал, я исполнил все эти заповеди, все заповеди, которые ты назвал, Господи, я исполнил. Но в другом месте Евангелия, Господь говорит, есть две заповеди основных, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. И вот со второй заповеди здесь у него были проблемы, то есть он не смог раздать свое богатство ближнему, то есть возлюбить ближних, хотя бы как самого себя, и через это он не исполнил все в совокупности. Знаете, как ложка дегтя портит бочку меда. Вот так же и здесь. То есть если корабль весь целый, но у него пробоина ниже ватерлинии, то он заливается водой и тонет, хотя весь целенький. Так же и здесь. Вот это сребролюбие, казалось бы, одна всего лишь страсть, она уничтожила все остальное его праведное жительство. То есть он и почитал родителей, он и веровал, мы видим, он искал жизнь вечную, он и к Господу пришел для этого. То есть у него было очень много положительных черт, но сребролюбие, оно погубило все остальные добродетели. Да, апостол Павел должен назвать это корень всех зол, да, сребролюбие. Мы, ну, считается, конечно, гордость, корень всех зол, но сребролюбие корень всех зол телесных, потому что это материальное упование на материальные блага, что не на Бога уповает человек, не в Боге ищет свою силу, свою помощь, свою защиту, свое спасение, а почему-то именно в деньгах, во власти и в том, что эти деньги могут принести. Это, конечно же, совершенно не тот путь, который Господь ждет от нас. Мы должны следовать по пути следования за Господом. Мы знаем, что Господь не имел никаких средств, хотя мог иметь все средства мира. Сколько бы Он добра принес, да, представляете, Господь одним мгновением мог бы все богатства всего мира собрать у себя и, соответственно, всех нищих и бедных обогатить. Но спаслись ли они от этого? Нет, конечно, потому что если бы это было так просто, то Господь так бы и сделал. Нет, оказывается, спасение совсем в другом заключается. Спасение заключается в том, чтобы мы следовали за Господом, чтобы мы слушались Его, чтобы мы не просто верили Богу, но еще и доверяли Ему и проявляли к Нему верность. То есть три ступеньки. Сначала я верю, что Бог есть, если Бог есть, я Ему доверяю, то есть уповаю на Него, и если я доверяю Богу, то я сам Ему свою верность приношу. То есть я служу Ему, Господу, одному, единому. Вот это Господь хочет от нас. Ну и, конечно же, если мы знаем, что Бог есть, мы знаем, что Он говорил, какие заповеди нужно исполнять, как надо жить, если мы Его не слушаем, хотя и знаем, что Бог есть, то, конечно же, мы не являемся Его служителями, а наоборот, мы стоим против Него. Сам Господь сказал в другом месте Евангелия, тот, кто не собирает со Мною, тот расточает. С Богом можно собирать что? Прежде всего, конечно, внутренние добродетели, только с Богом это возможно. Мы не можем ни одной из страстей в себе победить сами без Божьей помощи, а с Богом мы это можем собрать, добродетели внутри себя, но также мы можем собирать и вне себя, то есть добрые дела, которыми мы можем помогать другим людям, мы собираем тогда и людей к Богу приводим через свои добрые поступки. И вот Господь говорит, тот, кто не собирает вместе со мной, тот расточает. Вот это надо тоже помнить, конечно же, здесь об этом также идет речь. Грех серебролюбия касается только денег? Сейчас за телевизором все я скажу, но это нас не касается. Денег у нас нет, мы, да, от зарплаты от зарплаты, да нет, конечно, серебролюбие, оно имеет очень много таких ответвлений, есть же и корыстолюбие, то есть какой-то корысть, есть и скверно-прибыдчество, ну вот я, или там лихоимство еще хуже, мышелоимство, мы очень любим много блузочек, да, мышелоимство, да, блузки, да, как у женщин, да, не во что одеться и некуда их повесить, да, вот, но я видел своими собственными глазами, когда человек, имея свой дом, к его входу в этот дом вела узенькая тропинка среди огромных куч каких-то старых телевизоров, каких-то старых сломанных велосипедов, каких-то рам, дверей, которые каждый день человек ездил, рядом с ним была свалка, и с этой свалки он привозил, как на работу ходил на свалку. Ну это, наверное, уже болезнь такая. Это мышелоимство, это та самая страсть, которая уже, ну, уже голова настолько с ума сходит, что человек уже уже... То есть это максимально такой высшей мере мышелоимство, да, у него весь дом забит вот этим мусором, да, но когда ему говоришь, а зачем, он говорит, ну, вот смотрите, у меня там, у вас там один телевизор, а у меня их 20 телевизоров, правда, все нерабочие, конечно, я говорю, ну, пользоваться не можешь, ну, ничего, мы их починим, они там, я потом продам, то есть какие-то фантазии, какие-то совершенно непонятные иллюзии, в которых человек пребывает, и в итоге он за всю жизнь он свой дом превратил в большую мусорную свалку, вот это мшелоимство вот в ярком таком проявлении, хотя... А в мелком проявлении, наверное, у каждого из нас. Ну, да, кто-то марки собирает, кто-то там, не знаю, какие-то другие себе коллекции накапливает, кто чего, это тоже мшелоимство, то есть мы должны иметь то, что нам помогает жить и спасаться, это нужно, да, но вот все, что лишнее, оно только отягачает нашу душу, потому что за всем этим надо следить, это все надо тратить время на то, чтобы содержать, чинить, там, или как-то, не знаю, там, батарейки вставлять, это ли, бензином наполнять, кто-то там машину, например, собирает, богатые люди, тоже мшелоимство. Ну, чем меньше земных привязанных, да, тем выше. Ну, конечно же, почему, ведь Господь не зря указывает на то, что надо оставить все это. Во-первых, по естественному закону жизни человеческой мы все умрем, и все, что мы здесь скопим, вот этот гору мусора, в прямом или переносном смысле слова, там, кучу дорогих машин или там, действительно, с мусора принесенные сломанные телевизоры, мы это все оставим неизвестно кому. Мы уйдем отсюда, мы с собой ничего этого не заберем. И добывать это всю жизнь, класть на это годы, десятилетия своей жизни, все силы и, так сказать, всю энергию вот на это пустое делание, Господь говорит, зачем? Это грех. Поэтому давайте все-таки не привязываться, есть такая фраза святых отцов, не хочешь страдать, не привязывайся, не надо привязываться к материальному, надо привязываться лишь к Богу единому, и Ему и Единому служить. Вот это надо в своей жизни четко понимать и следовать этому закону, не забывать об этом. Господь говорит, как трудно богатому, имеющему богатство, идти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому идти в Царствие Божие. Вот такой образ верблюд игольные уши. Действительно, человек сразу представляет иголочку, в которую он вдевает ниточку, там ниточку никак не попадешь, особенно зрение плохое, как у меня, очень трудно ниточку вставить в иголочку. Как же там, это невозможно, в принципе, какой верблюд, какая там иголка. Но на самом деле есть образ, который более понятен, и всякий человек, который приезжает в Иерусалим, есть там такое место, порог судных врат Сергиево-Подворье. Рядом с порогом судных врат, то есть это те врата, через которые Господь проходил для того, чтобы выйти из Иерусалима и прийти на лобное место, где его распяли, Голгофе. А рядом с этими вратами этот порог сохранился. Там видны отверстия от затворов, которые там, там столбы сохранились от этого, частично от этих ворот. А рядом с ним ночная калитка, так называемая. Это узкая, буквально, ну вот, человек, если может, повернувшись так вот, он проходит через эту, то есть один человек может пройти, два человека уже через эту калитку, ночную калитку не проходят. Так как несли стражу охранники города, и на ночь город Иерусалим закрывался, всех неживущих в Иерусалиме из города на ночь провожали, как и Господа. Мы помним, что он днем приходил в Иерусалим, а вечером выходил и уже на Елеонской горе ночевал. Так же и здесь. Но вдруг кто-то опаздывал, тогда вот стражники, которые стояли ночную стражу, вот через эту калитку пропускали опоздавших людей, живущих в Иерусалиме. И эта калитка называлась игольное ушко. Вот так нам передает церковное предание, что через это игольное ушко как раз верблюд может протиснуться, но уже без всяких мешков на себе. То есть сам верблюд должен быть такой достаточно худой. Вот об этом идет речь, что протиснуться можно, но очень трудно. Ну, как верблюд сбрасывает в свои мешки, так и люди могут пройти, сбрасывать грехи свои, бурюрехов. Совершенно правильно. Все, что мы здесь накапливаем греховного, ненужного, мы должны сбросить, и только тогда мы сможем протиснуться, так как Господь говорит, что узкие пути, тесные врата в Царство Небесное. И широкий путь, и широкие врата в ад. Вот не надо, если мне легко и свободно движутся по жизненному пути, это не значит, что ты спасаешься. Скорее всего, ты гибнешь. К сожалению, вот так. А что вообще такое жизнь вечная? Очень много различных фраз вечной жизни в Евангелии мы читаем. Жизнь вечная это веровать в Господа Иисуса Христа. Жизнь вечная это, читаем, если ты не родишься от воды, это беседа с Никодимом Господа. Если человек не родится от воды и Духа Святого, он не может иметь жизнь вечную. Жизнь вечная только после смерти начинается? Нет, жизнь вечная она уже сейчас. То есть, как только человек родился в этот мир, он вошел в этот мир после рождения от матери, он уже вечен. Но жизнь вечная она еще может быть в аду, как жизнь в погибель. То есть, человек не может умереть, он вечен. То есть, душа наша она вечна, она бессмертна? Она бессмертна, она как ангела бессмертна, но она может гибнуть в вечности, в аду, мучившись, или пребывать в радости, покое и мире, будучи в раю. И это жизнь, уже настоящая жизнь, да, не смерть, из которой нет выхода, а из ада. А здесь мы как раз видим, Господь объясняет, как к этой жизни можно прийти, и что это значит. Это значит слушать Бога и исполнять Его заповеди, это значит быть крещеным, это значит надо причащаться, потому что опять фраза говорит, тот, кто не вкушает тело и крови моей, жизни не имеет, да, это все цитаты из Евангелия, это значит быть в послушании Господу и Его Святой Церкви через апостолов созданной. Это значит иметь Евангелие не только, так сказать, лежащим на полочке и не только в голове, но и в сердце, чтобы исполнять евангельское повествование, то есть его надо читать. Это знать о Боге и веровать в Бога, это тоже вот эти вот много составляющих есть жизнечная. Господь тоже говорил о том, что кто не причащается, тот не имеет жизни. Да, тело и кровь, кто не вкушает тело и крови, жизни не имеет. Ну, а вот жизнь вечная, это касается нашей души, да, которая бессмертная, хочет человек, не хочет, она будет жить вечно, да? Да. Но тело наше, оно временное. Ну, конечно же, у нас есть вторая часть нашего естества. Знаете, как вот, если взять бабочку, то она проходит несколько циклов своей жизни. То есть, сначала это яичко, потом это гусеница, потом это кокон такой, личинка, да, а потом из нее бабочка. И каждый раз такая метаморфоза происходит, которая, ну, просто одно на другое не похожа совершенно. Но вот только что гусениц ползла, а сейчас вдруг такая уже кокон появился, из которого уже выходит красавица бабочка, уже летает. Гусеница летать не может, да? И гусеница даже представить не может, как это летать. Только если с веточки упасть и вниз лететь, вниз головой, так сказать, на землю. А бабочка порхает от цветка к цветку и кушает нектар, да? Если гусеница просто потребляет всю траву, все, так сказать, что растет, то бабочка, она нектаром питается. То есть, такая разница между одним и тем же существом, который проходит в несколько стадий своего развития. Вот так же и человек, он тоже проходит стадии своего развития. Рождается младенец, он глазами-то не может управлять, глазки у него косят, там не может даже голову повернуть в сторону. А потом он начинает бегать, начинает уже совершенно по-другому себя вести, то есть из стадии в стадию вот эта метаморфоза с человеком происходит, он растет, он был маленьким, там 3,5 килограмма родился, а потом он такой уже взрослый человек, который солидный, который умеет очень много. И последняя метаморфоза, это когда человек разделяется на тело и душу, тело остается здесь, как-то куколка, бабочка, которая падает и сгнивает, так и тело наше, как куколка, оно, кокон такой, здесь остается, сгнивает, а душа, как бабочка, выпархивает из тела и становится равноангельским существом. Это каждый из нас пройдет этот путь, никуда от этого не деться, это то, что нам предначертано Божьим законом нашей жизни. Никуда мы не сможем из этого закона и из-под него уйти. Вот то, что называется для материальных людей смертью, а для верующих, духовных людей жизнью вечной. Когда душа восходит ко Господу, соединяется с ангелами, с Богом и живет уже совершенно в другой своей ипостаси, по другим законам и уже дышит, питается, наслаждается совсем другими материями, ниже здесь на земле. Это когда она с Богом? Когда с Богом? Когда она без Бога, она превращается в то, во что превратились падшие ангелы, то есть они так же некогда были красивыми, а сейчас они настолько преобразились и такая страшная метаморфоза с ними произошла, что они стали страшнее зверей. То есть это вечная боль? Это вечные мучения, муки, страдания, и человек, который движется по пути не к Богу, а от Бога, он как раз чем дальше он по этому пути заходит, тем глубже он опускает сват, тем больше он стяжает на свою бедную голову этих мучений. И пока мы живем в селе, мы можем что-то сделать? Да, как та самая бабочка. Пока она в коконе, она развивается, у нее закладываются крылышки, у нее усики, хоботочек, всякие лапки и прочее, прочее. То есть она полностью и видоизменяется вот этим коконем. И потом, когда уже происходит рождение ее, она выходит во всей своей красе. Так и душа. Пока мы здесь живем, мы складываемся, мы формируемся внутренне. То есть тело это наш такой кокон, внутри которого происходит взросление, становление, духовные изменения и возрастание души. Для этого нужны условия, конечно же, как и для бабочки. Также и для нас нужны условия правильные создать. То есть надо кормить, надо защищать, надо очищать, надо лечить, надо много чего делать для того, чтобы внутренне наша душа сформировалась, стала красивой и пошла к Господу. Это вот то, ради чего мы здесь живем, а не для того, чтобы накапливать какие-то богатства. У нас осталось полтора минуты. Пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Ну, всем желаю прислушаться к сегодняшнему евангельскому тексту и обдумать свои, так сказать, пути, жизненные, цели, взгляды, мировоззренческие и прочие позиции и изменить их, учитывая то, о чем мы сейчас говорили, потому что жизнь в этом мире не закончится. Меньше земных пристрастий. Поменьше привязывайтесь к земному, потому что все это потеряете так или иначе, рано или поздно вы от всего этого откажетесь, по своему желанию или по принуждению смерти. Никуда от этого не деться. Да, и только то, что мы в душе накопим, то с нами и сохранится. Все, что телесное накопим, все у нас отымется. Не забывайте об этом. Да, благодарю за это имение, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Прощай, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова